Сознание есть. К чему бы это? А следствия из этого самые кардинальные. Сознание есть. Мы сознаем прямо сейчас. Мы сознаем. Это источник. Источник всего. Мы сознаем. Сознание как таковое сознает. И дальше всего один шаг. Сознание осознает все. Вообще все. Просто все. Что бы ни возникло, где и когда не возникло бы. В прошлом, будущем, настоящем, в видимых и невидимых мирах. Все это осознает сознание. Всего лишь один очень простой ключевой пункт внимания. Сознание есть. И оно осознает. Сознание может осознавать только само себя. Потому что такое свойство сознания. Осознавать само себя. Животные не проходят зеркальный тест. У них нет этого момента, что это я. Когда они смотрят в зеркало. Этот тест иногда проходят орангутанги, которых учили человеческой речи. Но это редкие экземпляры. Гениальные орангутанги проходят зеркальный тест. Это я. Узнают себя в зеркале. Мы, люди, начинаем сами понимать, что это я. Это кризис трех лет. Детишки очень много кричат и возмущаются по малейшему поводу. Самые талантливые могут и руку прокусить родственникам. Потому что кризис трех лет, кризис я, идет очень непросто. У нас в лифте в доме. Мы ждали лифт. И... Одна женщина посмотрела на меня с удивлением. Я бесстрашно нажимаю кнопку, не боясь, что дети начнут страшно кричать. И рыдать так, что будет дом весь сотрясаться. Я поняла, что бабушка проходит кризис трех лет. И я ей так прямым текстом и сказала, кризис трех лет пройден у нас. Нам уже это не страшно. Мы можем нажимать по ошибке кнопки в лифте, и нам за это уже ничего не будет. Это кризис я. То есть мы как дышим, осознаем себя, что я – это я. Но и для нас есть такой же сложный тест, как и для того орангутанга. Осознать самоосознавание. Этот тест тоже можно назвать зеркальным. По иронии. В древних текстах одно из свойств осознавания называется подобным зеркалом, зерцалоподобной мудростью. Действительно, осознавание можно уподобить зеркалу. Наш зеркальный тест для людей состоит в осознавании себя осознающими. В осознавании – осознавание как такового. А последствия этого осознавания интересны тем, что все объекты восприятия во-первых, обусловлены осознаванием. Возникли и проявились благодаря осознаванию. Исчезли благодаря осознаванию. Вернулись в осознавание. Осознавание создаёт все возможные, видимые и невидимые, вообще все потоки восприятия. И что самое интересное – осознавание ну, совсем нематериально. От слова «совсем». Мир, который кто-то какая-то личность считает материальным, конечно же, нематериален. это мир осознавания. Осознавание осознаванием самого себя. В проявленном качестве и в пустом качестве. Можно назвать непроявленным. Можно назвать пустым. Почему пустым? Потому что было и уже нет. Сейчас видео закончится. И это, то, что было проявлено в этом видео, исчезнет. Потом снова проявлится что-то и снова исчезнет. А осознавание абсолютно незыблемо осознаёт. Это наш зеркальный тест на наличие осознавания, на наличие самоосознавания, на наличие осознанности как таковой. Это собственный ум. Другими словами. В древних текстах самоосознавание. Осознавание осознаванием самого себя называется собственным умом. И далее следует классическое утверждение Будда является собственным умом. Это буквально означает, что мы прошли зеркальный тест и осознали себя осознающими. А всё возникающее в потоке восприятия или того же осознавания мы постигли как проявление сознания. Как проявление осознавания. то есть мы уже догадались что сознание существует. Мы ухватили это. почему-то Так, нужна эта пауза, потому что мы произнесли слово «мы». И слово «мы» обсудим чуть дальше.